Привет! Сегодня мы будем с вами готовить завтрак, а именно жареная картошка и жареное яйцо. Вроде бы простая классика, но со своей изюминкой. Картошку я нарезал брусочками. Собственно, теперь на сковородку мы добавляем подсолнечного масла. Я думаю, достаточно. Ставим средний огонь для разогрева сковородки. Ну и, собственно, будем жарить. Итак, масло разогрелось, добавляем картофель. Картофель мы не солим. Солим картофель только в конце жарки, иначе у нас не получится румяная такая золотистая корочка, которую мы все любим. То есть, картофель будет напоминать ваш любимый картофель фри, который не жарится во фритюре, а который жарится именно на сковородке. Да, она будет не вся покрыта золотистой корочкой, но она будет упругая, не разваристая. Она будет просто очень вкусная. Прошло несколько минут, и я уже успел перевернуть. Уже потихонечку. Ага, вкусно. Начинает появляться золотистая корочка. Переворачиваем не часто, даем именно картошке, именно жариться, а не париться, как это, допустим, делают многие. Я сегодня готовлю ее без лука, поэтому она будет именно немного хрустящая. Собственно, с луком делаю так же, лук добавляю в конце жарки. Поэтому картошку режу всегда брусочками, потому что, во-первых, мне так нравится, ну и мне кажется, что она так вкуснее получается. Наша жареная картошка на финишной прямой уже появился золотистый цвет. Поэтому, я думаю, еще несколько минут, и можно будет снимать с огня. Картофель я перевернул в последний раз. Собственно, солю прям чуть-чуть, потому что... Ну, есть такая небольшая сервировка, наверное, классическая. То есть, просто, чтобы она не была пресной. Соли к ней будет, в принципе, достаточно. Картошку мы пожарили. Будем ее употреблять, скажем так, с солеными домашними огурчиками. Я посыпал ее морозиленью свежей. Это укроп, петрушка. Ну что, будем жарить яйцо. Но будем его жарить не просто так, как мы все привыкли, а жарить его по-французски. Яйцо на сковородке. Огонь самый маленький. Солим просто чуть-чуть, потому что у нас картошка с солеными огурцами. Яйцо мы переворачиваем. И буквально оставляем на несколько секунд, чтобы белок с той стороны поджарился. Наш завтрак готов. Вот что у нас получилось с яйцом. Ребят, поверьте, это очень вкусно. Это очень и очень вкусно, когда жареное яйцо приготовлено таким образом. Я не буду говорить, насколько все это вкусно. Картошка с солеными огурцами, яйца приготовленные по-французски. Немного позже мы с вами сделаем яйца пашот. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет интересно. Все блюда, они бюджетные. Поэтому блюда бюджетные, но кушать будем как в ресторане, только в домашних условиях. Всем спасибо за внимание.